Мои постоянные зрители, прочитав название видео, наверное, подумали, что Байя Че сошла с ума. Как-то так Марва Аганян. Открытие года. Ты же уже четвертый год живешь по Марве Аганян. Какое открытие? Но это действительно так. Совсем недавно я сделала открытие, и связано оно с книгой Марвы Аганян «Экологическая медицина». Об этом сегодняшнее видео. Приветствую вас, друзья. Если вы мой постоянный зритель, то вы, скорее всего, знаете, что весь мой канал посвящен теме оздоровления, а если еще точнее, то теме очищения организма и переходу на естественное или более естественное питание с целью, опять же, оздоровления. И, конечно же, эта тема связана очень тесным образом с именем Марвы Аганян. Методику которой я использую для очищения своего организма и делюсь своим опытом с вами, мои дорогие зрители. Если опуститься в самое начало моего канала, в 2016 год, можно найти мой самый первый дневник условного голодания по системе Марвы Аганян. И хотя с тех пор прошло уже довольно много времени, уже четвертый год идет, как я практикую эту систему, и, конечно, многое изменилось. Это опыт, это и ошибки, это и успехи. Ну, а в общем и целом, это очень большие позитивные изменения, которые произошли в моей жизни, да и в жизни многих зрителей, которые также, как и я, последовали учению Марвы Аганян, ее методике очищения организма, и также получили свои положительные результаты. В своих видео я неоднократно обращаю ваше внимание вот на эту книгу. Главное название – это «Экологическая медицина». И хотя в этом словосочетании присутствует слово «медицина», но, как вы понимаете, к медицине эта книга не имеет вообще никакого отношения. Это книга о натуропатии. А натуропатия и медицина – это два разных направления, и опираются они в своей деятельности на совершенно разные принципы. Если медицина опирается на лечение болезни с помощью химических препаратов, то натуропатия опирается на принцип лечения не болезни, а самого человека, его организма, и использует натуропатию только естественные методы, никаких химических препаратов. Мы обращаем внимание на слово «экологическое», и, конечно же, это слово самым тесным образом связано с природой. То есть натуропатия – это оздоровление человека с помощью естественных природных способов. Но если вы очень внимательный читатель и изучатель вот этой книги, то вы, конечно же, обратили внимание на вторую часть названия этой книги. Она находится вот здесь внизу и написана более мелким шрифтом – «Путь будущей цивилизации». Так вот, друзья мои, сегодняшнее моё видео как раз и связано с открытием смысла вот этого второго названия книги. Когда я начала изучать эту книгу, я не вдумалась, я не вдумалась со всей серьёзностью и глубиной в смысл вот этого второго названия. Конечно же, всё моё внимание было приковано к экологической медицине как альтернативному способу оздоровления себя, альтернативному обычной медицине, традиционной. Конечно же, я обращала внимание вот на это – экологическое, то есть природное, природная сущность оздоровления человека. И в то время, как я изучала сама эту методику и практику очищения, оздоровления нашего организма, в то время, как я погружалась всё глубже и глубже в изучение различных деталей, нюансов этой методики, не случайно моя книга в закладках, я никогда их отсюда не вынимаю, потому что в каждой закладочке у меня пометки. И эти пометки касаются различных болезней, потому что всё, что описано в этой книге – это подробный разбор каждого вида заболевания, современных заболеваний человека, откуда они берутся. Настоящие истинные причины этих заболеваний, вплоть до разбора этих причин на клеточном уровне. Весь путь, который проходит заболевание от рождения человека и до того момента, когда оно вскрылось, когда человек впервые почувствовал эти симптомы. Марва Аганян описывает весь путь этого заболевания, как оно происходило. И самое главное – это, конечно же, вопрос, что делать. Что делать, если это заболевание уже вас настигло. Но и, конечно, не менее важная тема – это что делать, чтобы это заболевание к вам не пришло. Вот это, наверное, наиболее важная часть этой книги. И, конечно же, я уделяла огромное внимание изучению происхождения каждого заболевания. И это очень интересно на самом деле, потому что происхождение заболевания рассматривается совершенно иной точки зрения, нежели это объясняет традиционная медицина. И по мере того, как я сама изучала эту теорию, и как я делилась своим опытом с вами, и по мере того, как я стала получать обратную связь от людей, которые так же, как и я, проходили практику оздоровления себя при помощи методики Марва Аганян, я стала все больше и больше узнавать всевозможных нюансов, связанных с тем, что не у всех все гладко получается. И не то, чтобы не у всех все гладко получается, но и немаловажный факт, что многие берутся за это, но совсем немногие идут до конца. Даже я бы сказала так, совсем немногие проходят хотя бы хоть сколько-то значительную часть пути. Как раз большинство людей берутся, загораются, что-то пытаются делать, но бросают едва ночах, и по сути у них ничего не получается. В том числе и к этой группе людей относятся очень большое количество моих клиентов, те, которые приходят ко мне за помощью, чтобы я помогла им скорректировать их питание, помогла им разобраться с тем, как очищать свой организм, поделилась с ними своим опытом. Я вижу, что в самом начале у людей есть искренний интерес и огромное желание заняться собой, но, к сожалению, я вижу, что очень большая часть людей, едва начав, уходят. Уходят молча, без объяснения ситуации. И я понимаю, что у каждого человека, который уходит с этого пути, есть какая-то очень веская причина, чтобы не продолжать. Потому что для меня, лично для меня, как человека, который практикует эту методику уже четвертый год, и человека, который живет, собственно, по этому учению Марвы Аганян, лично для меня кажется странным, что человек бросает это благородное дело, потому что, по сути, вот это дело, это есть спасение. Спасение. Это спасение человечества. И для меня непонятно, почему человек, имея ряд проблем со здоровьем, не хочет спастись. Почему это происходит? Я очень много думала на эту тему, потому что это больная тема. Это та тема, которая не оставляет меня равнодушной, потому что каждый раз, когда человек уходит, я каким-то образом принимаю это на свой счет, как будто бы я что-то не додала, я что-то не очень хорошо объяснила, хотя я, поверьте, я выкладываюсь на 100% для того, чтобы человек понял все. Именно с этой целью я создавала свои обучающие курсы. Курс по питанию, курс по очищению организма. И оба эти курсы созданы на основе как прочитанных мною книг, как изученной мною методики, так и моего практического опыта, так и опыта тех людей, которые делились со мной своими историями, своими рассказами, как им это удавалось, либо не удавалось. Поэтому я не понимаю, почему люди уходят с этого пути. И вот только совсем недавно, буквально несколько дней назад, до меня наконец-таки дошло, почему люди уходят. И вот теперь мы подходим вот к этому названию, путь будущей цивилизации. Друзья, оказывается, все очень просто. Оказывается, именно вот в этом названии, во втором, и состоит ответ на мой вопрос, почему люди уходят. Да потому и уходят, что вот этот метод, экологическая медицина, это путь будущей цивилизации. Не этой, не этой цивилизации, представителями которой мы являемся. Это путь будущей цивилизации. В этом месте нужно перестать улыбаться, потому что на самом деле это печально. Потому что наша цивилизация, представителями которой мы все с вами являемся, не готова, она не готова стопроцентно следовать пути экологической медицины. К сожалению, это так. И я осознала это только недавно. И эта неготовность, она не объясняется тем, что люди не умны, или люди ленивы, или они непоследовательны. Нет, вовсе не так. Ко мне приходят умные люди. Ко мне приходят люди с огромным жизненным опытом. И я вижу, что они и дисциплинированы, и последовательны, и еще есть очень много положительных качеств в каждом человеке. И у каждого это свои положительные качества. И у каждого это свой жизненный опыт. Но далеко не все готовы следовать этому пути. Именно потому, что они еще не до конца осознали нужность, и правильность, и своевременность именно этого пути. Именно этого пути. Дело в том, что мы воспитаны в другом духе. Мы воспитаны в духе традиционной медицины. Мы воспитаны в духе стереотипов и шаблонного подхода к нашему здоровью. И к тем способам, с помощью которых мы должны поправлять свое здоровье. А это, как вы догадываетесь, традиционные способы традиционной медицины. И это очень сложно преодолеть. В одной из аудиокниг я услышала, что всего лишь 13% из представителей современного человечества способны критически переосмыслить ту информацию, которая идет сегодня, информация относительно состояния организма и здоровья человека. Только 13% готовы критически переосмыслить эту информацию и пойти иным путем, пойти альтернативным путем. Не путем, который предлагает традиционная медицина, а иным путем, таким путем, который предлагает натуропатия. К счастью, я попала в эти 13%. В моей большой радости в эти 13% попадают часть моих клиентов. И вот именно эти 13% мы как раз и, наверное, являемся исключением из этого правила, что современная цивилизация не может массово пойти альтернативным путем, путем натуропатии. Я выбрала натуропатию, и я нисколько не сомневаюсь в правильности своего пути. И те люди, которые также выбирают натуропатию и также идут путем экологической медицины, они получают свои положительные результаты. Я не знаю, я не видела еще ни одного человека из тех, кого я знаю, которые следовали бы неукоснительно вот этим правилам, выполняли их из месяца в месяц, из года в год, и не получали положительных результатов. Все получают положительные результаты, кто выбирает альтернативный путь. Но при условии, что они последовательны в этом пути, и при условии, что в их головах нет места для отступления. Это точно так же, как этого сейчас нет в моей голове. В моей голове нет абсолютно никакого намека на то, что я сверну с этого пути, что я пойду каким-то другим путем однажды. У меня уже все устоялось, мне уже все понятно. Мне уже настолько все понятно, что, мне кажется, прочитав эту книгу один раз в жизни и возвращаясь к ней снова и снова, и в пятый, и в двадцатый, и в сотый раз, можно быть абсолютно убежденным в том, что этот путь, выбранный путь натуропатии, это абсолютно безошибочный путь. Вот в этом состоит мое открытие, что, к сожалению, наша цивилизация, как бы ни были, мы прекрасны, мы современные люди, мы прекрасны, и каждый прекрасен по-своему, прекрасен в своих ошибках, в своих открытиях, мы все прекрасны, каждый на своем жизненном пути. Но, к сожалению, Марва Аганян оказалась очень прозорливой, и она поняла, что наша современная цивилизация не готова на сто процентов вступать на этот путь, что этот путь, по этим путем пойдет будущая цивилизация. И именно сейчас, именно сейчас, в наше время, происходит рождение, рождение вот этой будущей цивилизации, и эти 13 процентов, конечно же, это не окончательная цифра, будет, это число будет расти. И чем больше будет проходить лет, я уверена, тем эта цифра будет больше. Все больше людей будет присоединяться к пути экологической медицины, к пути натуропатии, и именно эти люди выживут и станут наиболее крепкими и здоровыми представителями будущей цивилизации. Их дети будут более здоровыми представителями будущей цивилизации, и дети этих детей будут еще более здоровыми представителями той будущей цивилизации. И вот тогда натуропатия или экологическая медицина будет иметь гораздо больший успех, чем она имеет на сегодняшний день. Наверное, я много говорила, возможно, даже я повторяла одни и те же вещи, но это открытие так меня шокировало. Истина лежала так близко, она лежала на поверхности, что казалось, трудно было ее не заметить, но однако я не сразу дошла до этого. Но вот теперь, когда я сделала это открытие, вы знаете, мне стало легко. Я перестала мучиться с угрызениями совести о том, что я кому-то чего-то не додала. На самом деле я даю все, что я могу дать, все, что я знаю, все, что я накопила за это время. Я даю и буду давать как в бесплатном формате, так и в платном формате. И я надеюсь, что тот небольшой процент людей, которые последуют за мной, которые последуют за учением Марва Аганян и за учением других натуропатов, что их путь будет безупречным и что они так же, как и я, не будут мучиться угрызениями совести за то, что их близкие не разделяют их точку зрения. Итак, друзья, да здравствует осознанность, да здравствует будущая цивилизация, которая пойдет правильным путем, путем экологической медицины, путем натуропатии. На сегодня все, и темой моего следующего видео будет тема кетопитания. Я думаю, что вам это будет интересно. Чтобы не пропустить мое новое видео, советую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать оповещение о каждом новом видео. Больше информации, чем я дала в этом видео, вы можете найти внизу в описании к этому видео. Всего доброго, до новых встреч, ваши байчи. Субтитры создавал DimaTorzok